Дорогие друзья, здравствуйте! Я Галина Борисовна Шторина. На сегодняшний день главный врач своей собственной клиники на протяжении уже последних многих лет, 20 лет, наверное, меньше. В 2011 году я ушла из университета, уже встречаю здесь своих учеников, которые бывали на наших курсах и ортопедической кафедре, и ортопедической кафедре. Поэтому, в принципе, очень много знакомых лиц, много молодежи. Желаю молодежи полюбить парадонтологию, полюбить стоматологию, потому что на самом деле очень востребованные специальности. У меня вот в этом месяце три города, в следующем месяце два города. То есть мы все время где-то о себе напоминаем. Хочу похвастаться тем, что в прошлом году была создана парадонтологическая ассоциация «Независимая», которую возглавлял в свое время главный барадонтолог Москвы Александр Иванович Грудянов. Но потом, в силу возраста, он ушел на пенсию и передал правдоправление по ассоциации своей ученице профессору Чепуркову Ольге Александровне. И вот Ольга Александровна пригласила меня стать региональным представителем по Санкт-Петербургу вот от этой ассоциации. Поэтому сегодня я представляю себя еще и как представителем нашей новой ассоциации. Если у вас появится желание вступать в ассоциацию, а ассоциация интересная, с работами, там очень много интересных моментов. В телеграмме есть страничка, называется «Она парадонтолог и нарисованная». Ведет эту страницу Ольга, то есть ведет ее Юлия Волкова, Юлия Волкова. Если кто-то из вас ходит на курсы или слушает какие-то курсы по парадонтологии, то наверняка вы ее знаете. Значит, вот, в принципе, несколько слов об этом. На самом деле, мне очень приятно, что меня пригласили, потому что эту академию военно-медицинскую эксперимент закончил мой папа много-много лет назад. Это были начало войны, и он эксперимент потом был отправлен на фронт военным врачом. Ну и вот я, какое-то там третье поколение в семье медиков. А сейчас уже у меня пиломочка получила диплом в этом году. Значит, мы с вами поговорим сегодня о парадонтологии. О ее роли в том числе и влиянии на протедирование, на ортодонтическое лечение. И, конечно, на имплантологическое лечение, потому что на самом деле фронтология на сегодня очень востребована, очень интересна, потому что на самом деле люди во многом, много, я помню слово «пробабушку», которая, у нее зубов не было вообще, у нее был под свой рот, но это прабабушка, представляете, в этом году, наверное, какие-нибудь там 50-60 лет. Поэтому сегодня, благодаря имплантологическому лечению, у нас пациенты с зубами, зубастые, и на самом деле хорошо выявлены. Но очень часто возникают проблемы. Ну, так вот сложилось в моей жизни, что я помимо парадонтологии занимаюсь еще и помощью докторам-аплантологам, ортопедам, ортодонтам и специалистам других специальностей в стоматологии. Вот, потому что, ну, как-то так вот я преподаю больше 40 лет, почти 45, вот, и могу сказать, что очень много осложнений идет после, как это ни странно, после ортодонтического лечения. И те, кто из вас встречается с пациентами с ортодонтией, а много у нас стоматологов ходят с брекетами, ходят с лайнерами уже теперь, и очень много осложнений в части рецессии. Причем все считают, что виноват ортодонт. Я сейчас развею этот миф, потому что, на самом деле, это не ортодонт виноват. Я читаю курсы для ортодонтов регулярно, и могу сказать, что ортодонты, они не являются врагами, как вы понимаете, человеческих глубоков. Они исправляют, они создают эстетику и так далее. Вот, второй момент. Это пациенты, которые приходят с жалобами на то, что у них произошло отторжение имплантатов. И тоже, опять же, это ко мне. Я всегда говорю, я не имплантолог. Я не могу вам помочь в этой части, но я вам могу помочь разобраться, какова причина того, что у вас случился отторжение имплантатов. Об этом мы сейчас с вами поговорим. И, наконец, речь идет еще и о ортопедическом лечении, потому что протезирование в отдельных случаях тоже требует определенных диагностических мероприятий до этого, для того, чтобы пациенту можно было что-то предложить с точки зрения подготовки к ортодонтии, подготовки к имплантологии, подготовки к ортопедическому лечению. И, соответственно, это дает хороший результат. Так, здесь у нас, как всегда, кнопочка вот такая. Все правильно там. Значит, для правильной постановки диагноза и составления плана лечения, если хотите фотографировать, можете снимать, потому что будет одна просьба. У меня будет один очень интересный большой клинический пример, которому много лет уже в динамике. Вот. И я могу сказать, что вот это прошу не фотографировать, потому что это лица даже без закрытых глаз, потому что хотя бы по закону обязаны закрывать. Но мои пациенты мне всегда говорят, вот я к вам пришла или пришел с таким сложным случаем, и вы так мне помогли, вы, пожалуйста, меня всем показывайте и рассказывайте, какие у меня были проблемы и как вы мне помогли. Ну, вот один пример я такой могу себе позволить, потому что во времени мы, естественно, с вами ограничены. Значит, поэтому, соответственно, мы с вами обследуем пациентов. Прежде всего, перед любым стоматологическим мероприятием мы с вами, конечно, проводим обследование. Это я вам написала. Далее, второе. Мы обследуем у пациентов обязательно параметры линии улыбки. Ну, вы все знаете, наверное, что линии улыбки – это очень такое эстетически значимая зона. И на самом деле я была первым доктором в 1979 году, который сделал доклад по эстетике улыбки. Это было в Москве, был конгресс, это был 97-й год. И, соответственно, было достаточно много иностранцев уже тогда. Уже тогда наша стоматология начинала развиваться благодаря общению с европейцами, с американцами. А я еще уже в 95-м году стала совмещать в одной из теней города Санкт-Петербурга, где соучредителем был американский протентолог из города Лос-Анджелеса. И благодаря этому, наверное, вот все те курсы, которые я начала читать в 97-м году, они, наверное, вот сложились, в том числе и благодаря тому, что удалось работать с этим доктором. Значит, на что мы обращаем внимание, опять же, параллельность линии зрачковой и так далее, и так далее. Далее оценка качества санации РТА. То есть надо, чтобы обязательно не было перепекальных очагов, чтобы не было рецессии предварительно. Потому что многие пациенты только при попадании к нам, когда мы задаем вопрос, а было ли у вас изменение в виде рецессии на зубах до начала ортодонтического лечения, они говорят, да, было. То есть если таковое было, значит, надо было до этого разобраться, с чем это связано. Я вам потом дам схему, на основании которой вы сможете избежать очень серьезных и очень больших и сложных воздушек. Потому что я, как меня называли в полиглинике еще, когда я работала громадоводом, потому что я пытаюсь обезопасить того доктора, который мне прислал пациента. Потому что на самом деле мы не враги друг другу. Правда, мы никогда не скажем, что вам доктор ошибся, доктор Леонавар и так далее. Значит, таким образом оцениваем все параметры, которые показаны. И продолжение этих параметров, это еще и деформация, нарушение окклюзии. Методы консервативного и хирургического лечения уже упирают в каждом конкретном случае. Главное, по срокам. Те же ортодонты, они, например, мне присылают своих пациентов и задают вопросы. Сегодня уже и моим ученикам в том числе. Когда, в какие сроки проводить пластику тесны, свободную пластику. До начала ортодонтического лечения или после. И этот вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от того, что мы определим у пациента при обследовании. Далее. Выбор метода самого вот этого лечебного. Это уже тоже решаете вы самостоятельно. Далее. Место в роли в реальной хирургии. Ортодонтическая коллекция, имплантация и рациональное определение. Далее мы с вами переходим фактически к тому, что же происходит с зубочерестной системой, когда возникают проблемы с утратой отдельных даже зубов. С утратой боковых зубов, с утратой жевательной функции с изменением и так далее. Кроме того, мы обязательно определяем функциональное состояние организма в целом. И для этого очень рекомендовать вам буду перечень исследований, которые однократно пациент проводит при заборе крови из вены. И, по крайней мере, мы получаем вот эти вот показатели всех костных маркеров, которые дают нам право уже на основании этого, естественно, работая со специалистом, я работаю с определенным доктором-эндокринологом, с определенным ревматологом, являюсь консультантом кафедры ревматологии у нас в университете Меченково. Вот. И таким образом, вот работая с серьезными людьми, я могу очередную помощь оказать уже не сама, а мои коллеги оказывают им. Далее. Вот очень важная вот эта вот табличка, схема, схема современной концепции развития генерализованного пародонтида. То есть мы с вами сегодня знаем, что основное – это микробная бляшка. Далее, достаточно важный такой компонент – это наличие белой пленки, так называемой, если это оценивается с европейской точки зрения. Далее мы смотрим с вами наличие различных аммуниологических нарушений. Опять же, иммунная система очень у многих пострадала. И следующая табличка будет посвящена вопросам ковида. Вы, наверное, все знаете, как много наших пациентов пострадало в процессе перенесенных вот этих в течение трех лет. 20-й уже начался, 21-й, 22-й. Ну и пока, слава Богу, нас пугает только тем, что идет ОРВИ с какими-то там насморками очень сильными. Значит, согласно исследованию, которое было публично нужна, я его читала, и поэтому специально вот его перефотографировала. Европейская ассоциация ОРВИ, она как раз отметила, что, по крайней мере, в три раза чаще возникают проблемы в полости рта у пациентов при перенесенных заболеваниях, при перенесенном ковиде-19. Так вот, оказывается, что в слюнных железах вирус начинает и продолжает жить. Причем в слюнных железах, в нем он попадает и маленький желез, а он попадает в две окружных, и в четыре, значит, две подъязычных и две подчелюстных. Вот если они там персистируют, проживают, да, то, значит, эти вирусы постепенно начинают выходить, и с этим связывают иногда повторные. Вот пациент говорит, я переболел ковидом, а спустя месяц заболел снова, или там спустя три недели. То есть, когда у них вот эти вот проблемы возникали, начали это медитировать. Есть такой доктор Михаил Луханов, о котором, если вы бываете, опять же, в том же Телеграме, там есть вот этот доктор Михаил Луханов, который делает прекрасные переводы на русский язык и на странных статей. И он рассказывает очень интересные вещи по поводу, в том числе, наших стоматологических. Он стоматологии уделяет очень много внимания. Далее, значит, накопление в суммных железах вируса ковида, соответственно, оно приводит к различным проблемам. Я специально написала, что вы себе не забыли и запомнили, что этот Михаил Луханов нам дает такую прекрасную возможность. Далее, мы должны обязательно оценивать ширину прикрепленной десны, да, и это так называемое кератинизирование десна. И, соответственно, во всех случаях вы обязательно оцениваете. Фотопротокол, согласитесь, это очень важная на сегодня для нас с вами работа. Не знаю, в каком зале и во сколько сегодня должна делать доклад Алена Леонидовна Барсова, юрист на стороне врачей. Уже была, да? Вчера. Во всяком случае, у нее очень хороший взгляд на то, как надо нам вести медицинскую документацию и так далее. То есть вот этот факт очень важный. Далее необходимо учитывать нам еще и биотип, фенотип и строение скелета. Я очень часто пациентам задаю вопрос, какой у вас рост и какой у вас вес. Потому что если мы с вами вот эту разницу определяем именно в пользу высокого роста и маленького веса, то очень часто это отражается на состоянии зубочерестного системы. Потому что возьмите, я всегда говорю, ну вот вы занимались, когда ко мне приходит пациентка, особенно худенькая, маленькая, я сейчас вам буду показывать примеры. Вот, значит, у нее небольшой рост, очень худенькая, разница в весе и росте очень большая, и, соответственно, у нее большие проблемы со здоровьем. Вот, и эти проблемы со здоровьем начинаются с ортами, начинаются с того, что возникает рецессия, возникает гиперстезиемалия, возникает множественный кариес, ну и так далее, не говоря уже о фондонтите и его осложнениях. Поэтому мы с вами оцениваем вот эти параметры, и кроме того еще замеряем параметры гиперстезиемалии. Это очень просто, вы знаете, сегодня много зондов самых разных, которые с гравировкой. Я, например, в последнее время предпочитаю владелку с гравировкой. Она, по крайней мере, позволяет не только измерить размер рецессии, но и глубину кармана определить тоже дает возможность. Далее мы с вами смотрим вот этот вот показатель. Это показатель из американской монографии, но поскольку я вам уже похвасталась, что я на протяжении многих лет теперь уже изучаю всю зарубежную литературу. И могу сказать, что есть такой термин, он у нас и в нашей, почему-то, литературе нигде не фигурирует. Вот на самом деле вы сейчас поймете мою мысль. Потеря прикрепления при тонком биотипе зависит от степени снижения уровня костной ткани. И все сразу согласятся, правда? Потому что пациент приходит, доктор, у меня оголилась десна. Доктор, у меня снизился уровень десны. Но пациент при этом не думает о том, что сначала уменьшился объем костной ткани, а потом уже пошло снижение десны. И вот это вот каждому пациенту приходится объяснять. И они говорят, я думаю, что сегодня пойдет. А я лечусь у вашей ученицы. Или у вашего ученика. Это, конечно, приятно слышать, но я всем в последнее время вот этот слайд ставлю и по всей своей презентации. Потому что на самом деле вот это вот прикрепление, которое здесь показано, оно очень наглядно иллюстрирует, что же на самом деле тут происходит. Значит, смотрите, я сейчас вот курсов нашла. Если у меня сейчас сюда придет, отлично. Значит, смотрите. Здесь показаны, в принципе, разные возможности сочетания рецессии и снижения уровня костной ткани. Это первое. И второе. Разный размер зубодесневого кармана и его определенный тип конкретно в каждой из трех картинок. Значит, на первой картинке, которая сверху. Значит, соответственно, у нас с вами, у пациентки снижен уровень костной ткани, вестибулярно. И если вы видите, то есть дальше десна присутствует. То есть есть истинный карман и есть еще какой-то ложный. То есть этот ложный карман, он вот имеет такую конфигурацию. И, соответственно, размеры этой высоты и глубины этого кармана, и глубины этого кармана, они зависят от объема мягких тканей. Если мало мягких тканей, значит, у нас с вами истинная зубодесневая ткань. Если мягкие ткани увеличены, значит, у нас сочетание истинного и ложного. Это первая картинка. Вот эта картинка. Следующая. Ну ладно, значит, следующая картинка. На следующей картинке, смотрите, цифра 6. Значит, это глубина, это полноценный зубодесневой карман. Истинный зубодесневой карман. И, наконец, третья картинка, которая правее располагается. Значит, на этой картинке у нас с вами, что есть, рецепсия. Видна черный контур, это рецепсия. А дальше глубина костного кармана. То есть там, в принципе, костный карман. Можно с этим бороться? В эстетическом значении вызову не очень сложно. Я в последнее время занимаюсь костной пластикой, используя биоскалаген, но в основном в области маляров и премаляров. Но это первый этап сначала хирургия плановая, а затем уже для восстановления костной ткани. Значит, таким образом мы с вами обязательно вот эти показатели учитываем и, соответственно, смотрим вот это потеря прикрепления, вот так называемая, это термин на помнитель. Значит, как начать обследовать пациента? В северной существует очень доступная для всех оценка это денситометрия осилового скелета. Весь мир, кроме России, начиная с 40 лет, каждого жителя городов наших российских отправляет на денситометрию осилового скелета. Четыре поясничных позвонка. L1, L2, L3, L4. Если находят простой пинею, то что делать? Обследует их дальше и смотрит еще приплечье, и смотрит выдренную кость. Значит, в данном случае мы с вами и одна из диссертационных работ, поскольку на кафедре я была руководителем практически почти всех аспирантов и докторантов именно по выбору научной темы и контролируемой потом выполнении их. Таким образом мы занимались в том числе и вот этой вот диагностикой. И диагностика нам, конечно, очень во многом помогла, потому что, как вы понимаете, на кафедру раньше приходило каждый месяц энное количество слушателей, иногда приезжали на три месяца с всего нашего российского региона, поэтому удалось получить только какие-нибудь интересные исследования. И вот Ирина Анатольевна Барапач, имени кандидат лицинских наук, заведует она в Синя, в Центре научевой диагностики, в университете, не университете, а институт туберкулеза и в тезиатрических у нас отделах разных, несколько, в каждом районе. И она привезла, она слетала в Америку, она сходила там в леготеку и посмотрела исследование. Посмотрите, что здесь интересно. Значит, вот здесь, если посмотреть на нижнюю картикальную пластинку, нижнюю челюсть, видно, вот она, она расслоена. Видно? И вот это расслоение научится название индекс климинти. Вот на этом индексе климинти есть три вида расслоения. Есть два слоя, это первый, начало. Есть три слоя, и оценивается они так. С1, когда все хорошо, С2, когда это 2 мм, и С3, это 3 мм. То есть при этом, если это С1 имеет ни остеопенение, ни остеопороза, все хорошо. Если есть расслоение, как здесь показано, до цифры 3, то здесь уже можно заподозрить остеопороз. Значит, смотрите, как это выглядит, сделала фотографию. Это правая сторона нижней челюсти. Видите, расслоен, да? По проекции верхушек корней при малярах. Вот вам доктора-генплантологи говорили, но то, что я успела услышать Дениса Сергеевича и второго доктора Василенко. Вот. Они вам говорили как раз вот об этих зонах очень важных. На самом деле это зоны, которые отвечают за минеральную плотность курсной ткани. И, соответственно, то же самое мы смотрим с левой стороны. И у нас уже есть подозрения. Я смотрю обычно на ПТГ, и на ортопантомограмме мы уже сами можем заподозрить изменения в костной ткани. Важно для имплантологов? Очень важно. Важно для ортодонтов? Конечно. Ну, не говорю уже о специалистах наших, о множественных корейсах. Много вот таких проблемных пациентов. Я уже теперь всех отправляю на эти исследования. Начала. И как выглядит, в принципе, денситометрическая характеристика. То есть это на формате А4. Четыре поясничных подланка. Показана плотность по каждому фрагменту. Но поскольку уже нашли остеопенею. Нет, в системе остеополос. Да, остеополос. Вот она уже ставит Оксана Георгиевна. Я работаю с доктором, которая в 122-й души нет самочасти. Не все питерцы, да? Приезжих плавают. Значит, смотрите. Если из разных регионов, доктора, смотрите, где есть литератические вот этот вот аппарат. Из-за алкологии. И вот этот аппарат, вот у него в правом нижнем углу есть его название. И, соответственно, эта процедура позволяет нам оценить состояние плотности. Скелеты. Мы уже подозрив эти литератные, сначала отправляем к эндокринологу. Эндокринолог обретает, назначая его препараты. Я работаю тоже уже 25 лет с определенным доктором, эндокринологом, который моих пациентов ведет, очень быстро их восстанавливает. Они прекрасно себя чувствуют, радуются жизни. И у меня был один случай, и правда был всего один. Когда пациент пришел и сказал, что у меня уже третий раз отопляется имплантат на нижнем учреждении, если я вас. Ну, я стала собираться на у нас. Единственное, что мне удалось выяснить, то, что он перенес гепатит Б. И когда мы углубились в эту тему, уже, естественно, не я, а с инфекционистами, но поскольку у университета кафедры инфекционных болезней есть, наш друг на кафедре профессора, он нам помог вот эту ситуацию разрешить. И действительно, оказалось, что на минерализацию костной ткани очень влияет этот перенес гепатит. Вот. Значит, далее смотрим еще одну очень интересную картинку. Картинка посвящена ишемической болезнью сердца. Была у нас работа на кафедре научная, очень успешно защищенная. Нам даже обещали, мы были с такой применой, но почему-то не так. Значит, пациента в таком виде отправляют на операцию аорто-коронарного шантирования. Пациент приезжает из, по-моему, Вологодской области. Вот. И, соответственно, его надо оперировать. А он, посмотрите, что, осматривает его стоматолог, полость сердца, в этой кафедре. Когда доктор защищал эту ситуацию, ей задали вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что первично, инфаркт миокарда, заболевание сердца или то, что полость сердца? А доктор взяла и замолчала. А я на нее смотрю и стараюсь сделать какие-нибудь предложения, что, конечно, что леновато. Конечно, да, поняла. Конечно, леновато наша плохая гигиена. И нет, не про личную пациенту. Значит, таким образом, еще один очень важный кадрик, можете его сфотографировать. Это касается тоже сердечно-сосудистой системы. Смотрите обязательно нижнюю поверхность языка. Я уже много лет смотрю нижнюю поверхность языка. И, по сути, стерлесуна генозный. Это говорит о том, что есть проблемы с веной. Так, это я проскакивала. Сейчас, мне надо вам показать. Вот то, что я обещаю показать с картинки. Значит, пациентка пришла с нарушением акклюзии с нейрализованным парадонтитом, с глубоким деснением кармана в области, идеально в области зуба 1-2. Ну и, соответственно, менее глубокий карман в области зуба 1-1. Соответственно, я прооперирована в первом этапе операции Роскатная с раскапливаемой грануляцией, там и так далее, с наложением швов. А вторая операция уже была сведением биоса, когда им было еще биоскалаген. Вот, и, соответственно, мы с ортодонтом, а эту работу выполняла наша аспирантка, Евгения Владимировна Выкова, Петербург, известный, повторяющий свой клинический лечебный центр и вот этот вот клуб ортодонтов. Многие знают ее. Вот, и, соответственно, она взялась с этой пациенткой. Значит, здесь работали на брыгат-системе, была интрузия центрального бокового леса, и за счет того, что была проведена интрузия, Десна немножко увеличилась в объеме, и она как закрыла эту рецессию. Если вы посмотрите сейчас, опять же, вы посмотрите на вот эту правую сторону, да, вот здесь, что вот здесь очень хорошо видно, потому что уже в улечке постепенно начинает окрываться эта одоленая шерка. Смотрим дальше. Вот, в конце концов, это все имеют шапки. Уже мы готовы снимать брыгат-систему. Следующая картинка. Мы снимаем брыгат-систему. Ну, красиво, да, получилось? Смотрим дальше. Будут лица. Пожалуйста, не снимайте, да, да? Так. И вот то, что у нее было. Отлично. Причем это... В 2010-е, наверное, год. Вот то, что у нее стало после завершения офисового лечения. А дальше мы ее приглашали на осмотр, все было хорошо, но она никогда не открывала свои личные проблемы. И спустя, наверное, это было году в 16-м, да, 6 лет прошло, вот, она пришла к нам, ну, вот, как вы видите, на правой фотографии немножко шире лицо, то есть она в таком вот симпатичном положении и рассказывает свою историю, что она на протяжении многих лет не могла забеременеть, но поскольку анамнез карты у меня очень большой, я с каждым пациентом беседую, я задаю вопросы и про бутильность цикла институального, и про там роды, и сколько было родов и так далее. То есть это все влияет. Женский организм очень нежный, и в этом плане женщины страдают более тяжелые, нежели мужчины это происходит. Ну, и оказалось, что вот только сейчас, спустя уже достаточно много лет, она придула ребенка довольно счастлива, у нее все хорошо. Значит, и я подготовила для вас, вы простите, не так, подготовила для вас клинучшиеся рекомендации. Вот это будет вам для использования ежедневно вы себе вот эту вот картинку можете использовать. Значит, детально изучили анкеты здоровья пациента. Поняли, это я вам уже этого коснулась. Второе, анализ фронового заболевания. Очень часто многие фроновые заболевания имеют замечательства. Далее, лиригологический анализ. Знаете, самый простой, если пациент приходит к вам и у него, допустим, не нашли непереносимость стандартических конструкционных материалов, первым делом задается ему вопрос, может ли он, мужчина, носить на руке часы металлические, нет ли у него там зонда под часами. Или, если мужчина носит, допустим, цифровочку, на шею, но не серебро, не золото, а какую-нибудь бижутерию. А у женщин, ну естественно, у женщин уши прокололи ухо, я, например, не могу себе плохо поставить никакую же носку, только серебро, блюзу. Таким образом, мы обязательно собираем аллергологические анализы, уже это нам помогает с теми же брекетами, потому что очень редко у пациентов встречается реакция на брекет-систему. Далее, витал-кабиотипе и рецессии тесны, а также переглантитов в множественном кариесе рекомендуется проведение исследований следующих. Вот этим исследованием я пациенту каждому пишу направление. Направление в лабораторию, в которой пишу провести исследование витамина Д, остеокальцина, парад гормона, бета-кросслабис, ферритины, далее, клиническая кровь обязательно, ионизированный кальций, ну понятно, что кальций надо проверить, и гликированный гемоглобин. Значит, когда мы с вами вот эту вот тему просматриваем, то есть определенные референсные значения, которые дают нам повод для того, чтобы помочь пациенту сначала, а потом уже начать все лечебные мероприятия, в том числе лечебные переимплантида, хотя сегодня, насколько я знаю, более расстребовано удаление имплантата вокруг которой есть переимплантида, и в этом загляну чуть некоторое время. И, наконец, имплантации, протезирование, орбидентическое лечение, тоже аналогические исследования помогут каждому пациенту перед тем, как вы начнете эту процедуру. Я благодарю вас за внимание. Прошу прощения, что я... Ну, там просто фотографии, картинки, там ничего особенного. Я считаю, что в данном случае тема моя, ну, поскольку мы обсуждали, что лучше. Вот решили, что надо все-таки эту тему раскрыть, потому что эта тема мало еще культивируется. Я в Твери буду выступать 10 ноября, там у меня опять же эта же тема, но только там очень большой доклад. Ну, и последнее вам вот. Значит, мне повезло побывать в Иерусалимском Невсиманском саду, там, где Иисус Христос провел свои последние часы жизни. Или последняя там ночь, по-моему. Так вот, это Олива, которой два года, две тысячи лет, две тысячи лет. Человеку даны зубы так же, как даны тественные возбыли. Поэтому, конечно, если вам удастся соблюдать все-таки возможности зубосохраняющей технологии, то это очень здорово. Сегодня это очень пропагандируется нашими безубежными коллегами. Вот, проходят Европерию, проходил недавно. и опять вернулись к тому, что зубы человеку нужны, так же, как глаза, уши, почки, ну и так далее, многие-многие. Я благодарю вас за внимание. Аминь. АПЛОДИСМЕНТИ managers Субтитры сделал DimaTorzok